Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговоры о медицине». Тема сегодняшняя мы назвали так – «Залог здоровой и долгой жизни». Сегодня беседуем с главным геронтологом Ульяновской области. У нас в гостях Каримова Эльмира Абдулловна, это главный геронтолог Ульяновской области, начальник госпиталя «Ветеранов войн». Эльмира Абдулловна, очень рад вас приветствовать, давно с вами не виделись. Тема сегодняшняя очень интересная, но вообще процесс старения, его, конечно, остановить невозможно. И, наверное, такого стопроцентного какого-то рецепта, как тут приостановить этот процесс, наверное, его до сих пор ни ученые, ни доктора, к сожалению, еще пока нет такого, да? Как дожить до 100 лет абсолютно без всяких проблем. Но все-таки, тем не менее, есть какие-то догадки, есть какие-то предположения, что влияет на этот процесс, как можно немножко предотвратить эти процессы. Давайте об этом сейчас поговорим с вами. Абдулловна, давайте начнем с того, что вы геронтолог, есть понятие еще гериатрия. Чем отличаются геронтология, гериатрия и что эти науки изучают? Давайте об этом. Ну, геронтология – это наука старости. Она изучает биологические, социальные, психологические аспекты старения человека, и причины ее возникновения, и как бороться с этим. А гериатрия – это уже раздел медицины, который занимается лечением, профилактикой, диагностикой заболеваний. То, что сопровождает. Да, ну, сопровождает. Понятно. Ну, тогда давайте еще такой вопрос, Абдулловна. Значит, вот какая продолжительность жизни, именно вот, ну, давайте скажем, у мужчин сколько, у женщин сколько, вот, как у нас в регионе с этим, как вообще по стране? Ну, я сначала хочу сказать, что для того, чтобы оказывать помощь лицам пожилого возраста, существует врач-гериатр. И чем отличается врач-гериатр от терапевта и участковых врачей, и врачей общего практика, тем, что все-таки врач-гериатр, он оценивает состояние возрастное пациента. И для того, чтобы как следует определить тактику лечения, врач-гериатр проводит комплексную гериатрическую оценку для выявления старческой астении. То есть путем опросника, путем тестов, дается заключение, что есть у пациента старческая астения или нет у пациента старческой астении. И если выявляет старческая астения, то врач-гериатр уже назначает индивидуальный план лечения для этого пациента. Ну, для того, чтобы улучшить качество жизни и увеличить, так сказать, продолжительность жизни. Что касается средней продолжительности жизни, значит, в нашем регионе общая продолжительность жизни 71,3 года. Ну, в целом как по стране. Да, ненамного отличается. У мужчин эта цифра 65,5 у нас мужчины доживают, а женщины до 77,1 года. Могу сказать, наверное, предполагать, чем это связано. Это связано с тем, что у мужчин очень много вредных привычек, и они, к сожалению, с очень нежеланием и очень поздно обращаются за медицинской помощью. Отсюда они у нас и уходят так рано. А есть такое понятие, как биологические часы у человека? То есть они идут в определенном ритме, и каждый человек, ну, так скажем, если можно так сказать, даже запрограммирован на определенную какую-то продолжительность жизни, даже на качество. И все-таки вот как-то можно воздействовать на эти часы? Вот какие-то вот... Ну, сейчас вы сказали, да, есть факторы у мужчин, например, факторы какие-то риска. Вот можно как-то все-таки воздействовать на этот процесс? Ну, биологические часы, они в какой-то степени, они есть. С аналогичными они параллели идут или как? Они, значит, находятся в определенной отделе головного мозга, это в гептолямусе и гипофизе, то есть в другом местах. И они тесно с собой взаимодействуют, и вот в силу этого, значит, происходит скорость старения. То есть, естественно, биологические часы, они воздействуют. То есть, получается, генетика, наследственность играют роль определенную, безусловно? Конечно, конечно. Но генетика на продолжительность жизни, она влияет ненамного. Космично, наверное. Генетика, она влияет до периода полового созревания активно. А уже вот в зрелом возрасте, она начинает только вот влиять примерно на 10-15%. Основное влияет, это, конечно, наш образ жизни, внешняя среда. Вот главные факторы, которые ускоряют, к сожалению, близость нашу. Ну, опять же, генетика или наследственность, они могут повлиять на какую-то предрасположенность к каким-то там развитирую каких-то заболеваний, например, и так далее. Но не к передаче каких-то определенных заболеваний все-таки. Нет, нет. Да, отчасти это не так. Илья Абиловна, а вот все-таки вот, ну, понятно, есть генная инженерия, да, есть какие-то там гормоны, витамины, какие-то там биологически активные добавки. Вот это все, давайте немножко вот этот, тоже эту сторону затронем с вами. Насколько вот это все сейчас вкупе, да, тоже может влиять на именно на процессы старения, ну, я имею в виду замедление этих процессов? Ну, вот это все, оно, я еще раз могу повторить, оно не так значительно влияет на процессы старения, потому что, ну да, нам нужно употреблять витамины, значит, то есть правильное питание, рациональное питание, физическая активность, двигательная активность, да. Вот я еще хочу сказать, если взять, это как бы профилактика уже идет в старении, если взять двигательную активность, для лиц пожилого возраста лучше всего подходит ходьба, ею можно заниматься везде и в любое время. И если есть лифт, лучше воспользоваться лестницей. Почему? Потому что, объясняю, что каждая ступенька увеличивает жизнь на 4 секунды. Также на, значит, следующее, что влияет, это полноценный сон, то есть во время сна мы отдыхаем, мозг отдыхает, употребление воды. То есть употребление жидкости тоже влияет? Конечно, потому что жидкость для нашего организма это очень важно, да. И в сутки должны употреблять где-то от полу до двух литров жидкости, учитывая, сюда уже должно входить та жидкость, к которой готовятся уже готовые блюда. Но не всем можно пить столько жидкости, то есть обязательно согласовать, проконсультироваться с доктором, потому что есть некоторые заболевания, при которых ограничивается жидкость. Следующий фактор – это, опять-таки, надо избавиться от вредных привычек. Это однозначно. Они очень сильно влияют. Внешняя среда, естественно, тоже. Экология влияет на это. Но вот помимо того, чтобы физическое, так сказать, физическое здоровье, чтобы дольше прожить, нужно сохранить ясность ума. Надо тренировать свой мозг, то есть разгадывать кроссворды, много читать, заучивать стихи. Иностранными языками можно заняться, очень полезно уже в пожилом возрасте. Какие еще факторы? То есть вы говорите о том, чтобы человек всегда был чем-то занят, да? Да. То есть получается, чтобы у него не было времени даже задуматься о том, что он там в возраст идет? Конечно. Главное, надо как-то радоваться жизни, потому что тоже позитивные люди, которые позитивные, они живут дольше. Ну я все время говорю, Эльмир Абдуллович, что вот счастливый человек, да, он тысячу людей вокруг сделает счастливыми, да? И всегда даже своим пациентам тоже говорю, что старайтесь общаться с хорошими людьми по большей части. То есть старайтесь вот, как говорится, если у кого-то там плохое настроение или еще что-то там, да, ну не лезьте к таким людям, да, потому что это действительно чревато, что на вас все это негатив. Да, получаешь уже негатив, и ты уже как-то... И потом с этим уже как-то сложнее справиться, на самом деле. Надо избегать еще стрессовых ситуаций, потому что стресс тоже, он очень влияет на нервную систему, то есть истощается организм, тоже человек как бы быстрее может угасать. Да, конечно. Главное, ну давайте еще вот такую тему, ну мы ее из программы в программу говорим о том, что на самом деле вот сейчас очень много дается значение, придается значение диспансеризации, да, и я вот не могу просто не затронуться тем, потому что и у себя в поликлинике это делаем, значит, и на самом деле мы видим результат, да, действительно у человека выявляются и заболевания на ранних стадиях, а самое главное, выявляются факторы риска этих заболеваний. Мы сейчас сколько раз вот уже с вами в этих вопросах сказали о том, что именно процесс старения тоже можно замедлить, да, исключив какие-то факторы риска и заболевания, опять же, на ранних стадиях, да. Вот давайте об этом скажем, насколько диспансеризация тоже может помочь людям, на самом деле, особенно вот среднего возраста, да, ближе там уже, ну, переход на таком пожилом возрасту, да, действительно исключить какие-то вот факторы старения. Вообще процесс профилактики старения надо начинать, наверное, уже с молодости, потому что мы начинаем стареть где-то с 25-30 лет, вот, а если мы начнем, чем раньше мы начинаем профилактировать себя, то есть проходить эту ежегодную диспансеризацию, то тем лучше для нас, потому что, как вы не сказали, как вы сказали, что уже выявляются факторы риска, и мы можем оказать этому пациенту помощь. К результате для воздействия, да. Да, помощь, и он избавляется уже. Даже помочь избавиться от каких-то факторов. Да, помогаем избавляться от некоторых заболеваний, потому что в пожилом возрасте их очень много, там, до 8, до 10. Уже сложнее, да. Уже сложнее, да, поэтому чем раньше мы начинаем проводить диспансеризацию, тем больше помогаем пациенту. Поэтому мы всегда призываем, чтобы люди обязательно проходили диспансеризацию. Потому что мы сохраняем много жизни, проводя диспансеризацию. Вы понимаете, настолько выявляется, столько скрытых факторов, о которых человек совершенно не знает. А он пришел, мы его посмотрели, мы, знаете, что сдали, взяли у него анализы, посмотрели, выявили, допустим, такую патологию, которую он совсем не знал, а ее можно и вылечить. Ну да, даже ту же холестериномию, да, там, повышение сахара в крови, там, общая листья крови тоже смотрится, все это, кардиограмма, ну, вообще осмотр терапевта, и вся диспансеризация занимается всего лишь 30-40 минут. Вот потратить 30-40 минут, это вообще просто для своего здоровья, чисто профилактически. Уж раз в год это обязательно можно пройти. Лучше себя профилактировать, чем потом годами ходить на лечение. Причем по возрастам там идет еще и на онкологию, выявление онкологии у мужчин, на ранних стадиях, да, там, у женщин тоже. А ведь мы вот разговаривали, общались с онкологами, они говорят, что онкология первой, второй стадии излечивается 100%, 100%, даже не 70, а 80%. Да, в наше время, да, да. Поэтому нужно обязательно посещать мужчинам мужские кабинеты, женщинам обязательно надо ходить к гинекологу, осматриваться. Тем более везде есть отделение профилактики, кабинеты профилактики, центры здоровья, то есть, пожалуйста, без очередей, без всего, то есть, просто придите, да. Приглашаем, приглашаем уже всех. Спасибо большое, Элимир Абдул. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что в 25 лет уже потихоньку так начинается процесс, да, ну, скажем так, взросление, да, старение, как не хочется даже произносить. Вот, скажи, пожалуйста, вот где все-таки такой переходный возраст, вот молодость, да, и уже, вот скажем так, пожилой возраст. Вот раньше, вообще же, вот читаешь романы какие-то там, да, вот, и, говорит, зашел там князь, старый князь, 50 лет, да, то есть, 36-38 лет уже тоже считали уже такого, ну, преклонного возраста уже люди считали, особенно мужчины. Ну да, 40-45 лет уже они считались вообще преклонными, и люди... Сейчас, насколько сместилась вот эта планка? Сейчас она сместилась значительно, где-то порядка десятилетия, почему? Потому что все-таки изменился образ жизни, появилась возможность своевременно, мы только сейчас об этом говорили, выявлять какую-то патологию. Если раньше не было возможности, там ведь обращались, как таковых докторов было очень мало, и где-то вообще их не было, и поэтому человек заболевал, и был естественный отбор просто. Сейчас оно значительно сместилось. Сейчас медицина настолько приблизилась уже к человеку, то есть просто придите и просто обратитесь. Да. И еще хочу сказать, вот, как определить, говорит, как определить по организму, по состоянию организма старости, ведь можно себя и запрограммировать, можно быть старым и в 30, и в 40 лет, и оставаться просто пожилым и в 90, и в 100 лет, да? То есть как себя ты считаешь, в каком возрасте, так человек и выглядит. Вот. Но, естественно, есть организм, от которого никуда не денешься, и вот как распознать по состоянию организма старости, это когда появляется, допустим, хрупкость уже, кости становятся более хрупкими, когда снижается тонус мышц, когда появляется, то есть снижается работа средств сосудистой системы, когда у нас уже начинает вырабатываться меньше антитела для борьбы, замедляются мыслительные процессы. Вот когда человек начинает это чувствовать, значит, уже тихонечко приходит старость. Но мириться с этим не нужно. Не нужно. Оно приходит, оно может прийти в любом возрасте. Вот я и говорила, что вот разница между хронологическим и биологическим возрастом где-то разница до полутора десятков лет. Но мириться не надо с этим, надо заниматься собой. Вот если мы говорим, факторы риска убрать, начинать профилактику, можно еще долго себя сохранить. Потом я знаю просто профессионально, что, ну, то, что у меня раньше, вот я работал, да, и сталкиваться с клубом активного долголетия. Сейчас такая уникальная возможность тоже, да, у людей вот именно среднего и пожилого возраста. В этих клубах активного долголетия находить друзей, подруг, там, да, ну, я имею в виду по хобби, по каким-то там, да, вот, увлечением, заниматься каким-то вот досугом, да, и это же тоже очень хорошо влияет. Это вот эти клубы активного долголетия, они очень помогают тем, кто вот уходит, допустим, человек на пенсию, ну, для кого-то выход на пенсию – это как долгожданный отпуск, да, кто-то ждал этого, но для кого-то это серьезный стресс. И поэтому человек должен как-то себя собрать в этот момент, заняться чем-то, то есть появляется возможность больше уделить любимому делу какому-то, значит, заняться чем-то, но больше уделять внимание внукам, детям. Ну, конечно, сразу вот прийти в себя после выхода на пенсию многим очень сложно, вот, и для этого, наверное, вот очень помогают вот эти вот клубы активного долголетия, где человек может в течение дня быть задействован. Ну, вообще, не с детьми, тоже с родственниками, тоже, да? Да, вот в клубах активного долголетия, там ведь можно заняться, там и вяжут, и шьют, да, значит, компьютерная… Ну, грамотность, там, компьютерная, да, компьютерная грамотность, танцуют, поют, то есть человек там полностью занят, вот как раз очень хорошая, так сказать, помощь вот тем, кто выходит на пенсию. Ну, скользь, мы уже проговорили об этом, да, но все-таки вот явление церебрального атеросклероза, да, оно, ну, все равно, так или иначе, оно все равно связано с таким пожилым возрастом, со старостью, вот, вот, как все-таки вот это проявление церебрального атеросклероза немножко вот как-то замедлить, да, или как-то вот предупредить, к каким специалистам нужно обращаться, если на самом деле, и какие могут быть симптомы именно атеросклероза? Помимо снижения памяти, да, еще же есть какие-то… Ну, для того, чтобы замедлить процесс атеросклероза, опять-таки, надо посещать врачей, сдавать своевременно анализы, и по ним уже выявляют, это как-то так же и уровень глистерина, и многие другие показатели… Нужны листатины там и так далее. Да, да, назначаются определенные препараты, их надо регулярно контролировать, потому что и особенно у пожилых тоже и дозировка в зависимости от возраста корригируется в этом случае. Очень часто с гипертонией сочетаются… С гипертонией, и у гипертоников, людей, у которых эшхимическая болезнь сердца развивается, все это вследствие ведет уже атеросклероз, и атеросклероз ведет к этому. Ну, симптоматика какая-кVictorian — это, в первую очередь, снижение памяти, потом головокружение, шум в голове, снижение слуха… Атеросклероз ведь не только в головном мозге развивается, Развивается и от рост сосудов, то есть это появляется и боли, и появляется нарушение ходьбы. Нижнеконечность. Шаркащая, да. В основном нижнеконечность страдает. Шаркащая походка появляется у пациентов. Вот такая симптоматика. То есть за этим тоже нужно следить. И вот в плане гипотензивных препаратов тоже надо. Мы из раз-раз тоже об этом говорили, что если вам поставили гипотензивную болезнь, назначили лечение, ну, надо примириться с тем, ну, как-то с этим, не то же смириться, а с этим вообще. Да, уже принять его. Принять это, да, как должное. Что с этим можно жить до 100 лет, да, но нужно принимать лекарства ежедневно. К сожалению, вот, даже вот по опыту говорю, у нас в основном тоже лечатся преимущественно лица пожилого возраста. Вот они у нас проходят обследование, лечение. Мы их лечим, он получает курс лечения. При выписке мы обязательно, значит, расписываем рекомендации, что он должен делать. Потому что подобрали мы этот препарат, на этом препарате он хорошо идёт. И говорим, пожалуйста, принимайте дома. Вот он к нам поступает где-то, допустим, через год или через месяцев 8, значит, с высоким давлением, с болями в сердце, со всеми, вот, картина яркая. Говорим, вы дома принимали препарат? Нет. Нет. Они, вот, вот измерил давление, вроде нормальное, не стал пить. И пропущу. И пропущу, да. А потом вообще перестал пить. И отсюда вот эти вот идут уже более серьёзные осложнения, когда не лечатся вот эти вот сосудистые заболевания, к сожалению. Ну, я знаю точно, что у вас вот эпикризы, да, вот, выписные, они очень такие подробные, очень тщательные, там, рекомендации всегда обычно на двух страницах прям всё чётко. И там действительно, вот, в рекомендации всё чётко расписано. Только выполнение, под контролем уже участкового терапевта, да, и тогда всё будет хорошо. Диспансальное наблюдение, опять же, да? Да. И всё, и всё будет замечательно. Вильям Адона, вот хочу поговорить о такой болезни, да, она, как бы, такая вот, сейчас к ней опять вот всё больше и больше возвращаются, хотят найти, конечно, лечение, и когда родственники болеют этой болезнью, конечно, это трагедия такая, ну, скажем так, с ней можно жить, да, но всё-таки она это и для родственников, и для болезней. Альцгеймера, я имею в виду. Тяжёлое заболевание, да, всё-таки значительное такое? Болезнь, да, это заболевание тяжёлое. Что о нём можете сказать вообще? Это вот, ну, оно хроническое дегенеративное заболевание. Начало очень медленное, но постепенно идёт, прогрессирует. Да. И теология, к сожалению, до сих пор она совсем не ясна. Какие колокольчики могут вот на ранних этапах там что-то сказать, что вот начинается? На ранних этапах появляется, знаете, вот такая вот забывчивость, снижение внимания. Рассеянность. Рассеянность появляется, да. Вот, допустим, он пошёл в другую комнату и забыл, зачем он пришёл туда. Или вот поставили варить суп и забыли о нём. То есть кратковременная память в самом садах, да? Кратковременная, да. Вот. Ну, постепенно эта симптоматика усугубляется, значит, появляется уже неряшливость внешняя. Социальный статус. Да. Значит, появляется уже глубокое снижение памяти, перестают совершенно забывать. У некоторых появляется бродяжничество. То есть они уходят из дома. Мы таким пациентам всегда рекомендуемо, рост снижением, вернее, таких пациентов рекомендуемо везде писать адрес в карманах, чтобы было, или телефон хотя бы. Вот у нас такая ситуация. К нам постоянно приходит пациент, уже довольно-таки пожилой, в господи приходит. Вот. Однажды зимой пришёл прямо в сланцах. То есть он когда-то лежал, он об этом помнит, недалеко проживает просто, и приходит к нам. Мы вот вначале, ну, не знали, мы просто вызывали, опять-таки, полицию, чтобы они разобрались с этим, вот. Потом уже мы нашли родственников и говорим, вы, пожалуйста, вот, суньте телефон, чтобы могли позвонить и прийти за ним, тем более живут не очень далеко. То есть вот у них в памяти может что-то остаться яркое, допустим, где-то им что-то понравилось, что-то запомнилось. Они это вспоминают, и вот они могут туда, там, прийти или что-то взять, там, допустим, хорошее. Потом у них ещё появляется такая симптоматика, что они начинают обвинять всех в воровстве, что у них там всё воруют. Ну, когда уже глубокая стадия начинается, там, они уже перестают обслуживать, к сожалению, себя, они уже нуждаются, как бы, в постоянном внимании и наблюдении. Тут уже очень тяжёлое. И хочу сказать, что причины, значит, тут могут быть генетические мутации, как говорят, основные из других факторов, может быть черепно-мозговые травмы, эндокринные заболевания. Также предпосылками к этой болезни Асгеймера могут быть гипертоническая болезнь, опять-таки неречённая, глубокая. Могут быть ожирения, когда человек перестаёт тоже следить за собой. Серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы. Ну, обычно больца Асгеймера начинается где-то после 65 лет. Часто встречается ременов? Женщины болеют в три раза чаще, чем мужчины. Это, опять-таки, связано с тем, что женщины более дольше живут. Вот. Оно должно встречаться часто, но, к сожалению, как-то у нас пока диагноз Асгеймера выставляется очень редко. Почему-то не ставится. Раньше была такая установка, что болезнь Асгеймера должна ставить только психиатр. Но теперь уже, знаете, что появилась такая возможность, что мы, гериатры, тоже можем ставить этот диагноз. Мы сейчас стали ставить уже этот диагноз тоже. И самое плохое, что болезнь Асгеймера приводит к деменции. Это уже последняя стадия, так сказать, заболевания. Это уже как нарушается полностью психика. Из методов исследования, значит, что можно проводить, мы проводим магнитно-резонанс и компьютерную томографию. Там как бы признаки атрофии, очагею видно, да. Когда это есть, мы уже выставляем этот диагноз. Не могу тоже не затронуться, потому что сейчас вакцинация началась от гриппа. Вот. И опять же, 65+, да, это своеобразная группа риска. То есть не то, что там они могут заболеть гриппом. То есть мы все можем заболеть гриппом. И это может привести к осложнениям. Но если человек вакцинировался, то риск осложнений гораздо меньше. И грипп может протекать в более легкой форме. То есть это не говорит, что там вообще избежать. Но все-таки, да, это обезопасить человека. Давайте об этом пару слов. Согласна. Потому что все-таки адаптационная иммунная система в пожилом возрасте, она уже ослаблена. Надо помочь. Ослаблена. И всегда нужна внешняя какая-то поддержка, чтобы поддержать. И поэтому в связи с тем, что нарушены обменные процессы, иммунная система, конечно, вакцинироваться нужно обязательно. Мы этим как бы защищаем больше от тех инфекций, которые могут его поразить. Ну, я думаю, что все-таки люди сейчас более как-то осознанно к этому подходят. И не приходится уговаривать. Все-таки вот люди, потому что на самом деле грипп – это такое заболевание вирусное, да, очень тяжелое. И поэтому можно перенести его в более легкой форме или вообще даже, да, избежать. Ну да, вот могу привести период ковида, когда было тоже. Ведь мы убедительно просили лица 65+, активно вакцинироваться. И по опыту можно сказать, что те, кто вакцинировался, пожилые люди, они более в легкой форме переносили. Ну, по сути дела, выжили. Это заболевание. Можно даже так сказать. Да, да, да. Еще рекомендую пожилым лицам вакцинироваться против пневмококковой пневмонии. Очень важно тоже, да. Да, это тоже очень важно, потому что тоже как осложнение одним из вирусных инфекций может развиться пневмония. И тоже как бы потом, когда развивается эта болезнь, сложнее его вывести. Тут уже участковый врач смотрит, да, у него есть своеобразная группа такая специальная? Есть группа риска, в обязательном порядке мы вакцинируем тех, кто находится в домах престарелых, потому что они, там скученность, все-таки они там с другим общаются, и чтобы исключить, вот там уже в обязательном порядке делаем. Ну, Илья Анатольевна, и уже по традиции какие-то добрые советы, пожелания, как от геронтолога, вообще нашим телезрителям? Ну, в какой-то степени я уже говорила... Секрет долголетия, может, какой-то. Свой секрет долголетия. Секрет долголетия, наверное, нет. Это человек сам себя должен определить, какой он возраст, как я уже говорила. Своевременное обращение за медицинской помощью, раз. Ежегодное прохождение диспансеризации, правильное питание, рациональное. Двигательная активность, вы несколько раз об этом сказали, да. Хороший сон. Все это дает возможность привести к здоровью души и тела. А если соблюдать все эти, так сказать, небольшие рекомендации, то можно дожить и до 100 лет. Самое главное, надо любить себя, почаще улыбаться. Потому что я еще раз говорю, что люди счастливые, добрые, которые часто улыбаются, живут дольше, чем которые не улыбаются. Спасибо большое, Эльмир Абдулловна, за такой позитивный, плодотворный разговор. Ну что ж, я всем желаю здоровья, всем желаю успехов, удачи. Желаю долго и качественно жить всем. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин